Армянская авиация пополнилась вертолетами. Новые военные вертолеты встретили вчера в аэропорту Эребуни. Это современные многофункциональные машины, предназначенные для десантных, огневых, транспортных и санитарных задач. В Арцахе меняют Конституцию. Сегодня состоялось заседание постоянной комиссии Национального собрания Республики Арцах по государственно-правовым вопросам. На повестке дня «Изменение Конституции Республики Арцах». Первое чтение. Основной докладчик министр территориального управления и инфраструктур Хайк Ханумян. Комитет госдоходов представил список тысячи крупнейших налогоплательщиков страны за прошедший год. На первое место попал Зангизурский медно-малибденовый комбинат. Немного отстает от него компания «Газпром Армения», занявшая вторую строчку. А замыкает тройку лидеров Минобороны. Гражданин Республики Арцах Арам Бадалян показывает своим примером, как он и его семья залечивают раны Арцаха. Он со своей семьей основывает сад в Аскеранском районе. По его словам, чтобы страна была благоустроена, необходима кропотливая работа каждого из нас. Станем сильнее, чтобы победить. Таков призыв Арама. В ушедшем году Ереван оказался самым посещаемым городом для россиян, выезжавших за рубеж. Связано это в том числе и с возможностью быстро и бесплатно прививаться от коронавируса. Из Москвы в Ереван можно успеть съездить за прививкой одним днем. Есть несколько вылетов в день. Для иностранцев предлагают два препарата – Модерна и Астразенека. Все вакцины двухкомпонентные, поэтому приезжать приходится дважды. После второго компонента выдают евросертификат. Фонд Армения продолжает строительство и ремонт дорог в Арцахе. В настоящее время ведется строительство 50 километров дорог. По данным Комитета госдоходов Республики Арцах, 300 крупнейших налогоплательщиков Республики в текущем году уплатили в государственный бюджет около 52 миллионов долларов налогов, сборов и других обязательных платежей, что составляет 72,7 от общей суммы доходов государственного бюджета. В лидеры опубликованного списка входят компании Бэйз Металс и Капавор, выплатившие в общей сложности около 15 миллионов долларов. В Арцахе создается технологическая школа. Правительство Арцаха присоединилось к созданию технологической школы в городе Мартуни. Школа, которая будет названа Мунк, на арцахском диалекте «Мы», создается образовательным фондом «Я» и проектом «Реармения». Для реализации проекта необходимо около 140 тысяч долларов, из которых треть уже собрана. Техношкола будет включать несколько мобильных лабораторий, а также стационарный центр с залами для занятий и совместных проектов – каворкинга. Здание для технопарка безвозмездно передал муниципалитет села Агурти. В ближайшие пять лет школа подготовит около 240 специалистов, что позволит IT-компаниям открывать здесь филиалы. Хочешь быть в курсе новостей Армении и Арцаха? 90% армянской музыки, 10% актуальной информации каждый час. Скачай приложение Radio High Club Store или на Google Play. Слушай музыку и будь в курсе новостей родины. В городе Степанакерт открылся первый в своем роде торговый центр «Титан». После Третьей Арцахской войны это очень важная и крупная инвестиция. Здесь нашли работу много переселенцев, которые в ходе 44-дневной войны потеряли дом, а также работу. Многие из них увидели объявление в Facebook и решили не упускать возможность. Меня зовут Жанна. Я недавно здесь устроилась на работу. Мне здесь очень нравится. Дружный коллектив. Я считаю себя здесь комфортно. Я очень рада, что я поступила в этот магазин. Еще что? После войны мы очень рады, что открылась такая моя сеть. Несмотря на то, что «Титан» открылся недавно, люди часто заходят туда и делают покупки. В торговом центре работники создали очень приятную атмосферу, поэтому посетители с удовольствием возвращаются туда все чаще и чаще. Арцахцы выдвинули ультиматум. Депутат Национального собрания Арцаха Митаксе Акапян сообщила, что вчера жители Кармиршука перекрыли дорогу, ведущую в Шуши, потребовав, чтобы азербайджанские военные не пользовались дорогой на правах собственности, а согласовывали проезд по этой дороге. Жители передали свои требования азербайджанцам через российских миротворцев, а потом после переговоров открыли дорогу. Терпение от провокации азербайджанских военных у жителей села уже на исходе. Они пытаются организоваться, тем самым обеспечивая собственную безопасность. Азербайджанцы пока не ответили на требования арцахцев. Из следующего их проезда будет уже ясно, принято ли требование армянской стороны или нет. После обысков в офисе американского сенатора, который подозревается в получении взяток от представителя Азербайджана, в американской прессе вышла статья под названием «Посольство Азербайджана по всему миру – это не столько дипломатические представительства, сколько банкоматы». Становится все более очевидным, что посольство Азербайджана по всему миру – это не столько дипломатические представительства, сколько банкоматы, доставляющие незаконные взятки по указанию Алиева, пишут американские СМИ. Государственный этнографический ансамбль «Акунг» имени Моро Мурадян, художественный руководитель Артур Шахназарян, выступит с гастролями в Москве. До московских гастролей ансамбль выступил 24 января в концертном зале Арноба Баджанян. В концертном зале Арам Хачатурян состоялся концерт «Героям 44», посвященный памяти героев 44-дневной Арцахской войны. На концерте присутствовали министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян и чрезвычайный полномоченный посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин. Были приглашены члены семей погибших военнослужащих. В исполнении Национального филармонического оркестра Армении прозвучала симфония номер 2 «Арама Хачатуряна». Это произведение Арама Хачатуряна было написано во время Великой Отечественной войны. А это новость из Ирана. Несколько дней назад в портовом городе Бушер на юго-западе Ирана завершилось благоустройство армянской церкви, построенной в период правления династии каджаров 18-19 века семьей Авдалян. В течение прошлого года шли работы по благоустройству и очистке территории храма. И теперь местные власти планируют открыть исторический памятник для посетителей. Иран, в отличие от Турции и Азербайджана, бережно хранит культурно-историческое наследие других народов. Благодаря заботливому отношению властей в этой стране памятники охраняются, восстанавливаются и реставрируются. И не случайно, что в 2008 году на Всемирном форуме ЮНЕСКО в Квебеке три шедевра армянской архитектуры – храмы Святого Фадея, Святого Степаноса и Святой Богородицы были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.